Инвестору, к слову, Беларусь готова предложить более либеральные законы для бизнеса. Практически на финише пакет документов по упрощению ведения своего дела. Работать в более комфортных условиях, конечно, будет и белорусский бизнесмен, и горожанин, и житель сельской местности. К селу внимание особое. Частная инициатива здесь может служить хорошим поспорьем в развитии белорусской глубинки. Так мощным импульсом для подъема села стал агроэкотуризм. Сегодня сельские бизнесмены привлекают в нашу страну жителей семидесятков стран и дают работу тысячам белорусов. Государство готово сделать этот бизнес еще доступнее и разрешить организацию любых торжеств в агроусадьбах без взимания дополнительных налогов. Решение предварительно одобрил президент. Оно войдет в общий пакет законодательных актов по улучшению условий для бизнеса. Репортаж Ольги Онищенко. Частичную амуницию примерить можно. Например, киверную каску, либо мундир. Ну, естественно, это будет не полная примерка, потому что достаточно проблематично будет застегнуть каждую пуговичку. Нарядиться гусарам здесь позволено каждому. Желание гостя, как говорится, закон. Мундир образца 1812 года от владельца агроусадьбы, неизменного участника реконструкции наполеоновских сражений на Березине. До того самого места, где два века назад шли кровавые бои, отсюда рукой подать. История зовет в лону природы сотни туристов. Очень-очень-очень-очень-очень. Сотрудники у нас в основном постоянные. У нас нет такого, что летом у нас работают, осенью не работают. Естественно, свадебные и любые банкетные мероприятия, они поддерживают, финансово поддерживают. И дают возможность обеспечивать эти дополнительные места. Особые условия работы для трубизнеса на селе белорусам предложили 10 лет назад. Всего-то одна базовая в год. И в домик в деревне можно приглашать туриста. Тогда конкретный перечень услуг в законе не прописали, но пообещали. Бизнес-климат не изменят до 2021 года. Но когда агроусадьбы разрослись и развернули пир горой, стало понятно. Для всех будет лучше, если правила конкретизируют. Практически весь последний год агробизнес готовили к непростому выбору. Либо вовсе отказаться от проведения всяческих торжеств, либо оформить ИП и фактически согласиться на куда большую налоговую нагрузку. Но, наконец, в долгом споре о будущем сельского туризма поставили точку, дав зеленый свет и свадьбам, и банкетам на прежних условиях за одну базовую величину в год. И тем самым признали заслуги сельских бизнесменов. Ведь агроэкотуризм не только обеспечил людей делом, а для многих, к слову, оно стало делом жизни, но еще и возродил белорусскую деревню. Вскоре официально зарабатывать агроусадьба сможет на любых услугах. Налоговую предупреждать не придется. Отказались в том числе и от идей повышающих коэффициентов для тех, кто работает по принципу гостиницы или ресторана. Никаких дополнительных налоговых сборов не будет. Только будет закрытый список мероприятий, которые можно там проводить, потому что, чтобы налоговая конкретно понимала, но свадьбы и корпоративы туда входят. Агроусадьбы получают возможность официально трудоустроить персонал. Администратор или повар теперь будут работать по трудовому договору. А значит, уходить в отпуск, получать зарплату не ниже минимума и пользоваться всеми социальными гарантиями. Договор подряда, а раньше действовал только он, таких возможностей работникам, увы, не давал. Если есть необходимость для оказания каких-то услуг, связанных с предоставлением, например, иностранцам перевода, они тоже смогут эти услуги оказывать, причем могут нанимать еще и сторонних лиц для осуществления. Узаконят и гостевые домики для туристов. Обозводить строение на земельном участке позволят в неограниченном количестве. В жилищный фонд такие дома не включат, но иных запретов, например, по площади, указ также не предполагают. Теперь снимают табу даже на строительство агроусадеб в заповедных зонах. Ольга Онищенко, Светлана Лукинюк и Григорий Кристофович. Агентство теленовостей.